шалам роха мы продолжаем наше путешествие через нашу интересную жизнь и сегодня будет особенно особенно важный шур о том что что нам дает самую большую самую могущественную силу чтобы пройти успешно через все испытания нашей жизни как мы получаем эту силу которая нам поможет во время всей нашей долгой и опять же интересной жизни давайте повторим немножко что мы сказали прошлый раз прошлый раз это было речь о том масса то и в том путешествие нашей жизни которая именно самый большой блок блок и барьер который останавливает людей и который к сожалению больше никуда не могут сдвинуться теперь в мы выучили с вами что из самых тяжелых испытаний в пустыне это был хитом ираглем это было грех разведчиков где еврейский народ мы плакали и это называется хазан бахи шелхинам плач без причины и как мы старались объяснить что причина этой этого плача была в том что мы не готовы были к тому плану который ашем наш творец имел ввиду если этот мир для того чтобы починить чтобы исправить все что было совершено в адама решен первым человеком и наша задача именно постоянно работать постоянно пытаться улучшить и подняться выше и конечно это требует усилий кто человек то поколение она решила что для них остаться в медбар в пустыне и наслаждаться man mann и бармирием и водой всем ту близости к мой шабейн и так далее они считали что это для них лучше они не хотели потеть они не хотели стараться чтобы идти верить израиль где будут другие испытания другие другие другая совершенно жизнь поэтому они решили что это будет не для них этот плач был не причина потому что сама причина этому плача была в том что не были готовы почувствовать себя что мы на самом деле являемся гостями в этом мире мы должны смотреть на это как как мир где ашем нас поставил сюда чтобы мы максимально должны исполнять нашу роль наш потенциал и в этот момент в пустыне мы плакали и это было мы это поколение было обречено что у него не заслужило что было продолжение и она осталась так в на 40 лет застыла застряла и к сожалению не пошло дальше и что что мы учим для нас что каждый из нас он тоже проходит он тоже может спотыкаться может остановиться на этом главном самом тяжелом барьере если человек понимает что смысл вот этого испытания этого путешествия тогда это послужит тому что у него не будет этой остановки этого блока в своей жизни в сегодня мы хотим сказать добавить что если бы нам было бы да понятно что что наша суть именно в том чтобы продолжать идти потому планы которые ашем для нас имеет то еврейский народ который бы если бы мы зашли сразу же в израиль то у нас была бы возможность то привести все то благословение все то особую нога или нет специальное введение ашема которая сопровождалась в в пустыне но так как мы до этого не это не сделали если бы мы смогли зайти вот с этим с этой мотивации с этой понимая это тогда мы могли бы даже заслужить того чтобы даже верить израиль в израиле у нас вся наша жизнь была бы лималами на тэво высшей природы и как же мы тогда вы сделали этот текун как же мы исправили то что нам нужно было сделать как мы сказали до этого есть или царот есть испытания есть страдания которые человека поднимают и очищают но также массив то вим хорошие дела митсвот и также мышление как человек меняет свое мышление как он старается с работой над своему на над своей верой над своей близостью к творцу это также помогает человеку сдвинуться и чистить себя и продвигаться дальше чтобы его нишама уже вернулась чисто наверх в когда человек у него нету этой воли этого желания на это то что стайпер объясняет отец рапхайм коневский когда что дико он депрессии у человека именно из-за этого когда у него нету желания продолжать делать дальше когда у него есть рацион двигаться тогда это главное то что убирает депрессии которые не связаны с медицинскими факторами когда мы жалуемся когда мы понимаем что мы 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 недовольны мы мы считаем что мы знаем лучше это именно когда тогда мы возвращаемся к этому месту где застрял это поколение в медбар в пустыне я когда был в израиле учился в ишибе то я очень был близок одной семье это были немецкие евреи которые бежали из германии из из австрии и это мой шизеев адлер и хави адлер и они меня приутили я бы кушал там каждый шаббат то когда при с под при упоминальной речи про роботин хави адлер она никогда не давала чтобы называли рабонита навсегда так но сказал я сын что что как можно было узнать что ей плохо она очень тяжело болела последние пару лет как можно узнать что и она плохо себя чувствовала единственный путь это когда она сказала когда вы ее спрашивали как у тебя дела что сейчас гораздо лучше только тогда можно было понять что вчера было плохо но так она никогда мне никогда не было такой привычки жаловаться потому что все было хорошо она только исправим выражал свою благодарность что теперь я лучше на это единственное как можно было понять что было что-то не так в если человек так доживет тогда он тоже он 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 как бы помогает он провоцирует то что у него не будет сорота него не будет плохих вещей потому что он сам показывает что он понимает и у него есть другие пути как себя поднять выше также наше поколение сравнивается с юсифа цадек с правильником юсиф мы сейчас читаем как раз про его в нашей главе юсиф он сравнился с нашим последним поколением и в его жизни мы видим тоже что когда он попадает в в египет он он один и его бросают конечно его бросают в тюрьму в штуку тюрьма и гипетская тюрьма это было бор это было дыра это просто было такое подземная века куда все всех бросали туда и даже там он становится он преуспевает и мы видим что когда он делает свой обход свой обзор он подходит к двум бывшим министром он спрашивает у них почему у вас такое плохое выражение на лице почему так и парнем зовем такие вот такие у вас выглядит очень депрессивно это интересно они находятся в дыре в тюрьме там нету воздуха там нету света это и юсиф настолько уже как видно всех воспитал там что даже там люди должны как-то чувствовать себя нормально и улыбаться и радоваться на как что и когда он замечает что они что-то не так он спрашивает и действительно причина тому что они были сны сны они они совершенно другое в когда у нас это понимание опять же что мы гости когда мы гости когда мы начинаем немножко себя опускаем с нашу голову мы не идем по миру с таким с такой гордостью с такой понимаем что мы знаем лучше когда мы начинаем у нас есть это хах но эта скромность это это правильная установка тогда начинает все двигаться начинает все идти дальше потому что тогда мы показываем что мы готовы продолжать наше путешествие спасаем из объясняет что сказано что в храме в этом и даже когда наполнилась в храм был наполнен нас нас такое количество людей что можно было стоять когда мы ли он дим цифровым было так тесно можно практически можно поднять ноги и человеку не упал на как человек иногда в автобусе находится такой ситуации что так было тесно что можно действительно было цифровым он дим что невозможно было сдвинуться с места хоть когда время шло опускаться на землю штаховым когда люди говорили вижу когда они делали исповедь и время было тоже говорить свои свои вещи которые сделать человек совершил неправильно тогда было место у каждого было огромное далатамот по четыре шага вокруг было огромнейшее было просторно специальность воспринимается что когда человек стоит он очень гордый он очень такой уверенный в себе и он все знает лучше тогда ему тесно как только человек готов немножко опуститься тогда вдруг он видит что огромный простор значит сегодня мы начнем это как бы потрясающая вещь что понять какая где мы мы шофим мы можем набраться вот этой силы особенной силой пройти через всю жизнь и смотреть на испытания совершенно с другой стороны и как-то иметь на ними контроль а не то чтобы они контролировали нас для этого мы пройдем через несколько вещей и потом мы за дашем мы вернемся и будет все ясно значит мы начинаем для этого мы должны попасть как мы сказали что на шама душа на опускается в этот мир это проходит 42 путешествие свои стороны остановки и в конечном итоге она заходит у нас и в этот момент мы сейчас будем говорить о предпоследней масса предпоследнее путешествие души именно там там кроется этот секрет в в этом масса это путешествие это девять месяцев которые душа проводит в своем маме в ребенке в этом эмбрио эти это масса мы сейчас мы скоро увидим что вот это именно там мы учим как наши жизни справляться со всеми испытаниями как известно сказано в талмуде что когда эмбрио находится этот эмбрион находится у матери в животе то он учит всю тору он учит все тору ангел специально ангел приходит и учит с ним всю тору теперь надо понять что м ребенок на этот этот это это что-то совершенно потому что это нет никаких грехов он полностью чист душа только что спустилась него поэтому нас тут задаются два вопроса с одной стороны как ангел на если человек сказано в том если человек он 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 полноценен тогда он достигает гораздо высшего уровня чем ангел и это близость к творцу это только возможно с со связью с торой как сказано что к лишь бороху ашем творец тора еврейский народ мы едины поэтому если мы видим что этот ребенок он 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 в данный момент он полностью совершенен что этот ангел может его научить если он только что сказал что все нишамот наверху они они наслаждаются светом творца и этот цвет это тору поэтому как какая что может добавить этот ангел что он может научить что он еще не знает один вопрос второй вопрос как известно сказано в талмуде что когда ребенок выходит на этот в этот мир он появляется ангел приходит он его ударяет по его рту по густрам и он забывает всю тору все что он выучил он забывает это очень странно зачем учить если бы если даже мы поймем что он учить зачем он учить как в чем смысл того что он забывает что он все забывает после того как он появляется в этот мир зачем И, чтобы понять это, в Шуре Дас есть книга, которую я называла Телзер, Роша Шива Телз. Мы говорили об этом до этого. Там объясняется такой очень потрясающий концепт, что да, действительно так. То, что мы спросили, это так. Действительно, ребенок со своей чистой душой, он знает его, он в каком-то смысле выше, чем ангел. Но когда эта душа появляется здесь, так как есть митцвот, и эта жизнь, она связана с физическим миром, то эта душа, которая приходит с верхнего мира, у нее нет никакой связи к этому. Она, хотя Тора была открыта для нее, но, как мы знаем, Тора это гораздо больше, чем вот эта пятикнижня, которая там, она вся Тора, она, сказано, Ромбан пишет, что это из имен Творца. Если ее разделить по-другому, мы видим, там будут написаны только все имена Ашема. Поэтому, да, даже если эта душа, она знакома с Торой, она не знакома с теми митцвот, с теми заповедями, с этой жизнью, которая в этом мире. Поэтому, как только эта душа входит в тело, она получает, насыщается через маму, через уже физической едой. И как только это происходит, у нее есть контакт, есть связь с этим миром. И сейчас ангел может начать объяснять и пояснять, что такое Тфилин, что такое Мизуза, что такое Беркатамазон и так далее, и так далее. Все те митцвот, все эти заповеди, которые связаны с этим миром, теперь этот, как сказано, что ребенок в тот момент, он может видеть с начала мира до конца. Так как Адам решен, как первый человек до греха, то эта чистота этого эмбрио, она дает ему этот свет, что у него, скажем, что у него есть свечка, который такой особый свет, и у него безграничное он может видеть. Поэтому он видит этот мир. И ангел тут начинает ему объяснять, как это, как это Тора, как эти митцвот связаны, и как они физически в этом мире исполняются. Это одна вещь. Кроме этого, он показывает ему все те массаот, все те, опять же, все, все, весь этот физический мир, как это относится к этой душе. Теперь, когда этот ребенок, он получает эту информацию, это нишамая, это именно главная подготовка к этому миру. Чтобы понять это, мы должны дать особое вступление. В книге Иов объясняется, что если кто-то спросит, у кого были самые тяжелые испытания, самые тяжелые, большие страдания за всю историю, это у человека, это как пример этому все дается Иов. Иов, у сатаны была такая следующая идея, мы уже говорили об этом, что чтобы испытать Иова, у которого все было, у него была такая полноценная жизнь. Говорит сатан, что почему он так правильно себя так ведет, потому что у него все есть. Если мы заберем это, мы увидим, что это не так. И он получает разрешение на это, и так Иова жизнь переворачивается, он теряет свою семью, он теряет свое состояние и так далее, и так далее. И там сказано, что у него было три друга, которые, хотя они находились очень далеко, они чувствовали, что что-то не так. В том видео сказано, что у них были какие-то короны или деревья, которые символизировали друг друга. Но Баламусар говорит, что мы видим, что... Там же в том видео сказано, что или у меня будут друзья, как у Иова, или у меня не нужна жизнь. Мы это веду, что мы видим оттуда, что настоящие друзья, настоящий хавер, да, это слово хибур, это связь, у них была настолько большая связь, что хотя они находились очень далеко, они чувствовали, что у Иова что-то не так, и они сразу же прибежали к нему. И каждый из них начинает советовать, начинает как-то находить какой-то путь, чтобы помочь Иову в его состоянии. Все трое из них говорят ему свои мысли и свои идеи, чтобы его ленахэм, чтобы его утешить. Ничего не помогает. Первый, второй, третий, к сожалению, ничего. Иов остается в том же тяжелом состоянии, какое он был до этого. Приходит четвертый, самый молодой из них, Элию, и он находит, находит то, что помогает Иову. Что же он нашел? Как можно человеку найти какой-то совет, какие-то слова правильные, кто находится прямо в этом ад на земле? Как можно ему чем-то помочь, как-то его мотивировать, когда он в такой ситуации? У Элию это получилось. Как ни странно, он что-то, там было что-то, что-то другое, что-то другое, что-то ему сказал, что никто из его друзей не мог ему посоветовать до этого. С терпением мы скоро вернемся к этому. Примойщик Бояр рассказывает, что он знал одного пожилого человека, и он был отцом одного известного раввина. И в одно время он услышал нам историю, которую он сказал, что, наверное, это не так, это слишком, он не мог поверить, что это действительно случилось. Когда этот отец этого раввина, он уже умер, и он присутствовал на Шиве, на траурном доме, где его сын сидел в трауре о своем отце, и там спросили, спросили его сына, действительно случилось это или нет. И сын подтвердил, он сказал, что это действительно правда. История была такая, что его отец был в Баушвиц, в Освенциме, и там одна из меньше проблем, наверное, что очень часто у людей были в Шиве, и так как это немцам мешало, то они решили, ну, иногда они проводили специальные такие удаления в шею. Как они, для них это происходило, они забрали всю одежду, да, у них были, они остались только в нижнем белье, и выгнали всех зимой в Польше, когда был мороз, ну, меньше нуля, и 16 часов люди стояли в этом морозе, и как все знают, что, ну, в Шиве не могут существовать в минусных температурах, и на 16 часов им нужно было стоять на этом морозе без одежды. После этого те, кто выжил, это были, ну, многие остались там, их колени были ледяные, все, ну, многие части тела, то, когда им разрешили вернуться, то люди ползли, они ползли на земле, чтобы добраться до бараков и как-то там укрыться от этого голода. Когда они вернулись, то ничего не было, все одеяло, даже матрасы, все было, все забрали, и это было еще, это была ночь, и что, как, как, как себя вести. Значит, они знали, что делать. Они, люди, точнее, скелеты, они ложились на землю, четыре человека ложились на вот так вот, четыре здесь, трое на них, двое на них, и один на них. Сделали такую пирамиду, и этим они могли как-то друг друга согреть со всех сторон. Отец этого Рава, он был где-то там в третьем ряду, и рядом с ним лежал другой человек, и он спросил его, ты из религиозной семьи? Он говорит, да. Он говорит, ты когда-то учился? Он говорит, да. Он говорит, смотри, я знаю наизусть одну месехту, один трактат Талмуда, бейца, называется это, бейца, это яйцо, это говорится, там говорится о законах йомтов, и Хасам Софея, Хатам Софея, это была его любимая месехта, потому что он говорил, что яйцо, как яйцо, ты варишь дольше, и оно становится, становится крепче, также эта месехта, когда ты, чем больше ты ее учишь, тем сложнее она становится. Он сказал, что я знаю, этот трактат я знаю наизусть, и каждую ночь, перед тем, как я иду спать, то я, у меня есть мой сосед, и мы с ним повторяем одну страницу из этого Талмуда. Ты хочешь быть моим хаврусой, ты хочешь быть моим напарником, чтобы мы повторили ее? Он сказал, да. И так, они в этой ситуации, в этот момент, после 16 часов, когда они все заледенели, они нет, вместо того, чтобы спать, отдыхать, они повторяли эту страницу вместе с начала до конца. Они спросили, это правда? Соседан сказал, что да, это действительно случилось. Вопрос, как можно, как это реально, как это можно себе представить, что откуда можно в этот момент взять такую силу? Как это, в тот момент, когда ты уже полный, ты уже нет сил, у тебя нету, у тебя нету, это безнадежно, это опять же, настоящий ад, и ты в этот момент, ты учишь, ты учишь этот трактат из Талмуда, перед тем, как пойти спать. Мы возьмем еще раз, пойдем в следующее место, да, мы постараемся это, потом вернуться обратно. В наше время, как мы знаем, очень много людей возвращаются к религии. Итак, один известный врач, он не только вернулся к религии, он также решил делать, проводить лекции, чтобы приходили раввины в его район, приглашать своих друзей, близких, и чтобы там постоянно какая-то была тора, и как-то стараться людей привести на правильный путь. И когда вы спросили, как он к этому пришел, он сказал очень интересный свой опыт. В одно время он занимался гипнозом, и у него было очень много пациентов. Как, что такое гипноз? В гипнозе есть пять уровней, и есть уровень, где просто человек дает этому врачу, чтобы тот как-то вошел и управлял им, чтобы он как-то свои мысли старался как-то направить в правильное направление. Есть более высокий уровень, третий, четвертый, пятый, и в какой-то момент самый высокий уровень, там уже у пациента он теряет полный контроль, а тот, кто им управляет, получает полный контроль над этим, поэтому галахически по торе это не всегда разрешается, потому что человек нельзя отдавать контроль над собой кому-то другому, поэтому этим он занимался. Зачем? Так как у человека есть, бывают травмы, и эти травмы, они настолько глубокие, они настолько глубоко с ним сидят. Допустим, Хас Вашелом, кто-то пережил террористическую атаку, и он постоянно, постоянно это возвращается к нему, он постоянно думает об этом, он постоянно это переживает, и это не дает ему жизнь, это не дает ему покоя, и поэтому с гипнозом они стараются зайти в его мысли, у человека есть часть его мозга, мозга, который управляет его мыслями, и часть, которыми управляют его чувствами, и там в каком-то месте, когда они стараются это локализировать, они находят это, они стараются вокруг него, вокруг этого места ляштиль посадить позитивные мысли, позитивные какие-то идеи, которые потом ему помогут, когда у него опять все будет направлено туда, чтобы уже вокруг была какая-то почва, которая поможет ему с этим справиться, и этот доктор рассказывал, что он занимался этим достаточно долгое время, но он увидел, что когда это действительно после всех этих процедур, после всех этих сеансов, то через три месяца около 90% возвращались, и говорили, что да, это им помогло, и вначале было все хорошо, но потом они, это все опять же все возвращается обратно, и все те, вся эта почта вокруг, она уже не помогает, и когда он старался это сделать еще раз, обычно это не работало, и это привело к тому, что он начал думать больше, как душа человека работает, и как это связано с Торой, и так он пришел к иудаизму, мы видим здесь, что есть очень, есть вещи, которые на нас очень влияют, были внуки, решили взять своего дедушку, который пережил концлагеря, вернуться с ним в Польшу, пойти туда, и что он показал, как это все произошло, происходило, они взяли, они поехали из Израиля, и когда они прилетели туда, они вошли в лагерь, то дедушка, он упал в обморок, он пал в кому, и уже его вернули в коме, и он уже не проснулся, я думаю, что у него были настолько тяжелые травмы внутри, которые сидели внутри, и он сам согласился туда поехать, он не видел этого, но как только это все вернулось, внезапно, это у него не было с чем, как это осилить, и он, 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 к сожалению, не смог с этим справиться. Значит, мы видим, что есть какое-то у нашего, в нашей голове, в нашем мозгу, есть места, где наши мысли, наши, наши опыт, жизненный опыт, он закодируется, он остается, и вопрос, как это использовать в хорошую сторону. в то, что происходит в то, что происходило с Иов и с Элиу. Элиу, в отличие от остальных друзей, он посчитал, он понимал, что это не поможет додевать какие-то советы, которые, какие-то вещи извне, снаружи. Он приходит к Иову, он объясняет ему, что вся сила и вся работа лежит у него в душе, что на самом деле, если он поймет, что у него внутри есть эта сила, есть вся информация, справиться с этим испытанием, это единственное, что может ему помочь. Другими словами, этот человек в Аушвиц, когда он там был, вся сила его была в том, что он смог понять, что все эти испытания, все, что он проходит сейчас, душа это уже прошла. Когда душа, как мы сказали, она опускается сюда, она проходит через все 42 путешествия, и когда потом этот ангел, он показывает ей уже в этом физическом мире, через все эти испытания, которые мы будем проходить, для души это что-то, что она понимает, это та Тора, которую он показывает ей, что это именно та Тора, которая будет ей здесь помогать, и когда она выходит наружу, она не забывает об этом, это она забывает о деталях, но все, что остается, есть как харицим, есть какие-то специальные ямки, как зарубки, спасибо, зарубки в нашем мозгу, в нашей голове, которые, они остаются навсегда, есть такой концепт, как дежавю, это именно, это идет отсюда, что на самом деле мы все, наша душа уже через все это прошла, чтобы понять, это глубже, во время Матан Тора, во время получения Торы, еврейский народ спрашивается, хотите ли вы Тору, когда тот же вопрос задается другим нациям, другим народам, они спрашивают, что там написано, и когда они видят, что это что-то, что тяжело, они говорят, это не для нас, еврейский народ говорит, мы будем соблюдать, мы будем учить, мы берем, мы принимаем, акцептируем Тору сразу же, творец это от тебя, вы понимаете, если ты нам что-то предлагаешь, должно быть хорошо, это будет тяжело, мы понимаем это, но мы берем это от всей души, теперь, дальше сказано, что, во время передачи Торы, прямо перед этим, Ашем поднимает Тар Синай, он поднимает гору Синай, над еврейским народом, над всем лагерем еврейского народа, и спрашивает, еще раз, хотите ли вы Тору, если вы хотите Тору, хорошо, если нет, Шам Те Квросхам, там будет ваше, ваше кладбище, там вы будете похоронены, имеется ввиду, это ультиматум, или вы принимаете Тору, все будет хорошо, или нет, эта гора, она опускается вниз, это будет массовое кладбище еврейского народа, Асвашо, теперь, естественно, вопрос здесь, да, два вопроса, с одной стороны, если мы уже сказали, если я подхожу к вам, да, и говорю, что вы хотите миллион долларов, вы говорите, да, в следующий момент я беру пистолет и говорю, если вы не возьмете эти миллион долларов, то вам конец, да, это бессмысленно, вы же сказали, да, зачем кого-то насильственно заставлять делать то, что он уже согласился сделать добровольно, это вопрос, который множество комментаторов задают и дают разные объяснения, другой вопрос, тоже надо понять, почему сказано там будет ваша могила, почему там, здесь, на иврите это звучит шам, есть слова по, здесь, кан, здесь, но почему-то там в Талмуре говорится, что это будет шам, там будет ваша могила, стараемся понять эти два, ответ на эти два вопроса, в, когда мы принимаем Тору в начале, на Асави Нишма, мы говорим, да, Ашем, мы хотим действительно принимать Тору, мы находимся в очень комфортабельной ситуации, нам очень хорошо, сказано, что еврейский народ, он все больные, все болезни, все какие-то, у нас нет никаких проблем, у нас нет никаких забот, мы находимся, как сказали, мы находимся окруженными облаками славы, и действительно, это совершенно беззаботная жизнь, и в этот момент Ашем предлагает нам Тору, мы говорим, да, мы хотим Тору, но Ашем знает, что это недостаточно, он поднимает гору Синай, и он, когда мы понимаем гору Синай, представьте себе, эта гора Синай находится над нами, то все становится очень темно, да, когда ты видишь, что над тобой огромнейшая гора, земля, то это становится сумеркой, становится темнота, и Ашем говорит, смотрите, я знаю, что вы взяли Тору, но вы должны взять Тору даже в такой ситуации, где будет полная темнота, будет безнадежность, будет тяжело, в этот момент мы понимаем, мы должны понять, что когда будет тяжело, то тоже в этот момент, в этой ситуации мы принимаем Тору на себя, и мы хотим ее держать, что бы ни случилось. Тут Ашем говорит нам, что если нет, если вы не захотите принимать Тору, когда тяжело, когда плохо, тогда Шам там, когда в жизни, когда будет голод, когда будет изгнание, когда будут проблемы, тяжело там будет ваши похороны имеется ввиду что если вы сейчас не сможете на себя это взять в данный момент и понимать что именно в будущем будут не будет нелегко если вы это не сделаете тогда вы будете в вашей дальнейшей жизни как только вы будете спотыкаться когда-то будете проблемы то у вас не будет этой силы не будет этого кабблатура вот этого акцептирования торы в любых ситуациях и тогда там будет могила это то что происходит в 9 месяцев в этот момент душа она также именно проходит через все эти испытания она видит этот физический мир и она принимает на себя и говорит что да даже во всех этих ситуациях даже в таких испытаниях я беру на себя тору я буду ей исполнять я думаю что сейчас мы сделаем небольшой перерыв чтобы у нас начали это как-то переваривать и во второй части этого шура мы это еще раз повторим и дадим как-то больше чтобы это как-то практически мы смогли с этим соединиться спасибо